Микус ТВ, сегодня мы снимаем, ребят, очередную рпшечку. Так как у нас уже всё, огородики у нас чистые, ребята. Вот, смотрите, чистые. Мы экзекультивировали, вот, я поставил уже трактор. Вот там огородик, который мы в аренду взяли, закультивировал. Всё отлично. Сейчас я отцепляю культиватор и еду, ребятам, к соседу, там, к старому дедушке, возьму у него севалочку. Если у него севалочка, возможно, он нам поможет тоже засеять поле. Так что, ребят, сейчас мы заводимся. Оу, что-то сегодня немножко стартер долго пустит. Так, мы пока опустим, ребята, культиватор. Нет, сейчас поднимем. В общем, всё, мы отцепляем, сейчас садимся. Отцепляем, ребятки, и едем к дедушке. Засевалка, ребята, всё, отцепились. Отлично у нас тут культиватор будет так стоять теперь. Вот у нас возле навоза, правда, будет звонять немножко. Ну, сейчас мы отправляемся, ребята, к дедушке. И сегодня у нас будет пассивная, да, пассивная. Наконец-то будет сегодня пассивная. Правда, без удобрения будем, ребята, сеять. Ну, посмотрим, как... Без удобрения должны огороды хорошо дать, потому что... Тут они в бурянах были, два года не садились, как я узнал. Так что так, тут у нас, ребята, такое небольшое движение. Так, ну, пока машинок нету. Мы отправляемся к дедуле, к соседу нашему. Он живёт на конце села, ну, в начале села. Я живу в середине села. Так, сейчас заедем, наверное, возьмём каких-то сладостей ему или шо. О, тут уже бухарики сидят. Сейчас мы, ребята, встанем, припаркуемся. Зайдём в магазин, купим всё, что надо, там, домик, для дома, чай, там, тортик. Ох, ребята, прикупил я тортик, чай уже. Смотрите, тут уже набуханный какой-то сосед стоит. Вон дед. Вон какой-то, наверное, председатель или шо. Здравствуйте, приятного аппетита. Спасибо. Так, всё, ребят, я поехал к дедушке, а то я не доеду сейчас. Вон, смотрите, напился вообще в хлам. Так, тут видите, у нас движение, вон, поехал какой-то газончик. А мы, ребята, отправляемся к дедушке. У дедушки ещё трактор есть, возможно, нам дедушка поможет. Всё, ребят, всё возможно. Так что, ребятки, будем смотреть сейчас. Отправляемся к деду. Перелетел я, ребята, к дедушке. Вот таких у дедушки два МТЗК старых, МТЗ-80. Видите, вот у него плух. Ну и вот у него МТЗ-80, ребята. Ребята, вот такой вот ещё красавец стоит. Тачка у него, тачечка у него тут, конистр. Наверное, дедушка ремонт делает, дешёв. И вот такая, ребят, у него севалочка тут стоит. Я узнал недавно. Он говорит, давай я сейчас, говорит, возьму МТЗК какого-то, говорит. И поеду тебе тоже, говорит. За все я тебе огороды помогу, говорит. Так как мы уже хорошие знакомые. Видите, ребята, тут он севалка не проедет. Надо бежать через огороды. Так что, ребята, дедушка, говорит, пока одевается. А, говорит, ты пока возьми, сядь, говорит, поцепи. Вот такой у него тракторец, ребята, старенький. Помните, как у нас ещё было когда-то в прошлое, на карте мой первый трактор, ребята. Ну, у дедушки такого, видите, тоже он неплохой. Ещё, как говорится, живёт. Ребятки, мы заводимся. Заводится он вообще отлично, лучше, чем этот МТЗК. Так что, так, тихо, у него задняя передача была чётная, ребятки. Не знаю. Так, надо аккуратно, потому что это дедушкин тачку бы не зацепить. Ой, немножко зацепил. Так, надо посмотреть. Дедушка сказал, по-моему, что он семена насыпал уже и удобрения. Но сейчас мы ещё проверим, ребятки. Сейчас мы подъедем, подцепим. Так, подъезжаем, ребятки, подцепляем. Подцепляем. Так, подцепили, так. Посмотрим, ребятки, вылезем. Посмотрим, как там все валочки, или загруженная она или нет. Дедушка сказал, ух, ребятки, смотрите, какая пшеничка уже покропленная, всё хорошее. Семена, ну и удобрения, селитры насыпали. Всё, ребятки, закрываем пока, потому что будем ехать, чтобы дорогие не потерять. Сейчас пока дедушка, ну, пока дедушка переоденется, он пошёл переодеться, там, я пока выкачу трактор, ну, из огородов. Дедушка сказал, где-то направо, говорит, поедь. Он, ребята, не хочет сеять, говорит, будет картошку сеять. Ну, я вот там приеду, помогу картошку, ребята, засеять. Так, думал, тут, ну, вот, видите, тут он ещё не закультивировал. Возможно, в следующей реткашке мы закультивили, ребятки, потому что у него культиваторов пока нету. Так, сейчас мы вот подъезжаем, сейчас ему выкачу этот трактор, вот. И будем, ребятки, отправляться ко мне. Так, надо где-то встать вот здесь, ребятки. Вот, вот такие два МДЗК, видите, вот мой справа, дедушкин слева есть, видимо, на пассивную, вот такие вот у нас сегодня будние пассивных. Ребятишки, дедушка пришёл, говорит, вот, усел, говорит, давай, буду ехать за тобой, показывай, где ты живёшь. Так, немножко заднее. И поехали, ребятки, поехали. Гравно, чтобы движения не было. И сейчас дедушка будет, ребятки, за мной ехать на севалочке. Так, у меня, правда, тракторезы очень быстрые, ребятки. Не знаю, как там у дедушки, сейчас мы, ребятки, пусть он нас догоняет. Дедушка-то довольно-таки быстро, ребятки, едет. Ну, нам тут ехать, ребята, вообще, к нам вообще ехать, блин, дедушке 5 минут. Ну, мой МТЗК 40 точно едет, а дедушкин МТЗК, я, ребята, точно и не знаю, сколько он едет. Ну, у него плюс ещё севалка, ребята, я бы побыстрее приеду, потому что мне надо показать дедушке, где заехать. И я не знаю, ребята, ли точно он заедет. Наверное, где-то по загороду надо заезжать, ребята, чтобы засеять моё поле. Давайте, ребята, да, попробуем вот сюда заехать. У нас как раз тут получится. Думаю, что дедушка заедет. Тут вот такой у нас степ маленький, бурян. Тихо, лошадь, тихо, тихо, тихо. Куда ты бежишь? Под колёса. Вот, ребята, ХТЗ мой стоит, отдыхает, ребята. Да, пока он отдыхает, то скоро будет, ребята, пахать. Ну, и сейчас я дедушке покажу, ребятки, где. Поставлю пока свой тракторец здесь, ребятки. Залушим. Потому что дедушка сказал, что он будет сам. Так, а, вон, вон, дедушка, ребята, ездит. Можете, собственно, персоной посмотреть. Вон, смотрите, как дед едет. Сивалочка, всё как положено, ребятки. Смотрите, заезжает на огороде. Так, главное, чтобы не зацепил моего ХТЗ. Вот, дед зацепил ХТЗ немножко. Наверное, там крыло погнуло, или что, ребят? Сейчас мы посмотрим. А, зацепился. А, ничего страшного. Поцарапал, ничего страшного. Так что, ребята, сейчас, блин, приступать к посевной. Говорю деду, давай, дед, я попробую края обойти на твентарке. Она говорит, давай, давай. Сами, говорит, садись, пробуй. Так, ребятки. Открываем она. Лечки эти, ребятки. Ключи. Опускаем сивалочку. Ну и пробуем, ребята, засевать. Немножко так сейчас пройдём. Ох, ну, дедушки, ну и медленно, ребята, как мне кажется. Ну, что вы хотели, старый МДЗ, ребята, у меня чуть новее. Даже не знаю, какого года у этого у деда МДЗ. Где-то, наверное, 70-го. Напишите, ребятам, в комментариях, как вы думаете, какого он, ребята, года. Ну, вот так, ребята, проходим. Края мы сейчас обойдём, а потом будет, ребята, дедушка, там, сеять огороды. Потому что он профессор у нас, он знает, как сеять. Я говорю, давай, я края обойду. Он говорит, хорошо, давай, края обойду, ты обойдёшь. Видите, у нас вот такой вот город, ребята, закрученный, как можно сказать, как поворот. Немножко он МДЗ мою засыпил. Но это не проблема, ребята. Главное, что дедушка севалку не планул, потому что нам надо поле сегодня как минимум точно засеять. Но, как вы видите, ребята, поле пока сеется, как бы, неплохо, неплохо. Всё, ребята, дальше будет дедушка работать. Сейчас мы его посадим, ребятки. Пусть он будет работать. Всё, ребята, сел деда, будет сейчас пробовать нам сеять. Вот, смотрите, как деда работает, ребятки. Хорошо у него получается. Он, конечно, медленно ходит, но говорит, я буду медленно ходить, говорит, потому что такие у него навыки были. Так он научился в училище, ребята. Или там в техноре, в техноре, в технику. Так что, ребята, вот, смотрите, он немножко... Он идёт прямо, да, потому что кусочек он забыл. Но ничего, он потом, ребятки, засеет. Я в него хорошо верю. Вот так вот дедушка, смотрите, как разворачивается. Не то, что я, а по кругу идёт. А, дедушка у нас молодец, смотрите, разворачивается, поднимает севалочку. Всего положено. Вот, ребятки, смотрите, когда все эти учитесь. Ладно, это была шутка. Дедушка, вот, видите, хорошая у него, кстати, севалочка. Очень такая мне понравилась. Вот тут, ребята, сеять, блин, буквально полчаса, ребятки. И там этот огород засеять. Тот огород, наверное, я буду засеивать. Ну, посмотрим, дедушки над Раскером. Потому что мой DMDZ, он говорит, давай моим DMDZ-ком отгрей, потом ты мне закультивируешь поле. Я говорю, хорошо, но это, ребятки, уже будет следующее РПшки. Вот, немножко он пропустил. В принципе, а нет, он только ещё задний зовёт. Ну, ребятки, будет он сеять. Ребятки, вы все писали, чтобы я посадил канолу. Ну, канолу, ребята, я не хочу как бы как-то садить. Для начала посадим ячмень, а там, ребятки, уже посмотрим, как будет урожай. Если будет урожай хороший, то посадим, ребятки, канолу. Я знаю, что он не убирает канолу. Ну, ребятки, пока посеем ячмень. Тогда мы точно будем знать, ну, на как бы проверить, что с этого поля, ну, что с этих огородов можно взять. Ну, вы сами понимаете. Потому что, чтобы канолу посадить, ну, чтобы канолу посадить, ребятки, денег, а денег у нас бы как бы мало. И ещё в идее, ну, у нас ещё там в планах покупать одну технику перед уборкой, ребята. Так, у нас КамАЗ есть, но мы ещё хотим ещё одну технику. Так что, ребят, мы посмотрим. Так что, сейчас вот дедушка закончится и будем, ребята, присыпать к второму огороду, вон, слева, ребята, это вот такой вот огородик, он чуть больше, ребят. Но это я уже буду его засеивать, а дедушка будет сотречь. Всё, ребятишки, дедушка нам засеял поле. Смотрите, ребят, он такие тут круги начал наматывать, чтобы хорошо, ну, уже второй раз начал сеять, потому что, чтобы хорошо было, ребята. Не знаю, вроде хорошо засеяли, но будем, ребята, надеяться на хороший урожай. Сейчас, ребятки, я сажусь, буду, ребята, сеять вот этот огород, который мы взяли в аренду. И будем приступать. Смотрите, ребята, сейчас я покажу вам, что надо вам ребята сеять. Ну, тут немножко, тут вроде как бы больше поля. Вон, ребята, ещё какой-то огород стоит, ну, это какой-то соседский, ребята, они даже ещё, ну, даже вообще не копали, не культивировали. Вот так, ребята, входим края вот так немножечко, потому что потом хорошо, ребята, сеять, когда края обходите, вы сами, ребятки, знаете. Можно и в конце края, ребята, обходить, но мне нравится, ребята, вначале. Так, поднимаем в эту севалочку, разворачиваемся и включаем, ребята, обратно севалочку. И приступаем вот так вот, рпшечки, на, ребята. Сегодня нам дедушка помог позасеять поле, ребята, пшеницей. Так что надеемся на хороший урожай. А там уже посмотрим. Главное, чтобы, ребята, пошёл дождик. Мы, конечно, удобрения не кинули. А, селитру мы, в принципе, кинули, как бы нормально. Селитра, ребята. Думаю, что оно должно дать, чтобы дождик пошёл, чтобы промочила селитру и будет, ребята, хорошо. Так, разворачиваемся севалочкой, ребятки. И помчались по второму кругу и будем так, ребята, сеять. Севалочка у нас очень хорошая в дедушке. Он не поломали, пока его ничего не ломается. Но так, как вы видите, сеетесь, сеется. Огород, блин, я бы ещё взял бы третий огород, ребята. Ну, блин, у меня нет денег, ребята. Я боюсь, что урожая не будет в этом году. Ну, посмотрим. Мне, как бы, в принципе, и два огорода хватит, а там уже посмотрим. Возможно, мы какое-то даже и поле уже купим в следующем году, потому что два огорода, ребятки, это было мало. Но там некоторые подписчики, ребятки, писали, что не покупай поле для начала. Я так, ребята, и сделал, что не буду покупать поле, а возьму вот огороды в аренду, потому что огороды очень маленькие, но они такие, не сильно дорогие в аренде. Ну, и поле, и огороды, вы видите, как бы, сами. Не сильно много идёт удобрения и пшеницы. Будем, возможно, и поливать его, чтобы хороший был урожай, а там, ребятки, посмотрим. Вот так вот сеем. Видите, ребятки, я говорил со с вами, я уже почти пол поля засеял. Так что, ребята, я буду приступать засевать поле. Затем всё попозже.